Жители 130 сел Акмолинской области помогают сотрудникам полиции наводить порядок в своих населенных пунктах. Там реализуют пилотный проект Зиялы Кауэм. Он нацелен на предотвращение различных правонарушений. Результаты налицо. В этом году преступность в регионе снизилась почти на 2%. Подробности у Аслана Абуталипова. Участковый инспектор полиции Ерлан Жолдасбаев обслуживает 6 сел и отвечает за безопасность около 2000 человек. По его словам, в прежние годы полицейским приходилось в одиночку бороться с правонарушениями. Но с прошлого года ему в этом помогают местные старейшины. В каждом селе есть авторитетные аксахалы, которые окажут преступления, не преступления, а происшествия, например, непосредственно мне докладывают. В месяц раз я провожу, например, с представителями местных жителей, уходим и проверяем лиц, которые склонны к совершенному правонарушению, которые распивают спиртные напитки. Во избежание дорожно-транспортных происшествий в селе Атамикен с местными жителями были установлены знаки. Такую инициативу полицейских поддерживают и сами сельчане. По их словам, вместе с участковым инспектором удается не только предотвратить ДТП с участием домашних животных, но и пресекать скатократство. Это, наоборот, хорошо же, когда порядок, дисциплина, когда люди не воруют. Намного тише стало. И гонщиков мало, машин меньше гоняют, вот знаки поставили, ограничения, асфальтировано всё, освещение есть. В село, где был запущен проект «Диалог ООМ» с прошлого года не зарегистрировано ни одного правонарушения. В целом за последние три года преступность в области снизилась на четверть. Такой проект очень сильно помогает участковым инспекторам, ведь сейчас на них возложена большая ответственность. И это позволяет тесно работать с населением, обеспечить безопасность в населённых пунктах. Мы видим определённые результаты. Ещё в 15 населённых пунктах региона теперь не продают спиртные напитки. Это будет способствовать дальнейшему снижению преступности и созданию безопасной среды насилия, уверенной в департаменте полиции. Аслана Буталипов, Виктор Поляный, Евгений Шинкаренко, Акмолинская область, Хабар.